нам нужно научиться находить угол между двумя векторами это очень важно потому что к примеру положим что вы строите какое-то здание вы находитесь здесь и вы знаете что здесь у вас есть какая-то построек скажем и вам хочется чтобы этот угол между ними равнялся 30 вы хотите чтобы угол был именно такой хорошо во первых как это делается давайте так сделаем а b c пусть будет основная идея заключается в следующем когда а b c то всего лишь координат этих точек любая координата она состоит из трех частей в трехмерном пространстве скажем c1 c2 и c3 в это тоже всего лишь точка с тремя координатами и вам это эти координаты далее хорошо во первых чтобы узнать вектор а b вам нужно от б нужно отнять а всего лишь то есть если вы от вы отнимите то есть возьмите координаты b и отнимите координата попарно тогда на самом деле что вы получите это координата такой точки скажем ну вот . у точки как раз таки будет так они не похожи не похожи сейчас примерно сюда пойти ну примерно так наверно вы получите координаты m то есть b1 минус 1 b2 минус а2 и b3 минус а3 если вы отцепите отнимите а тогда получите следующих координатам точнее так 35 примерно так на на скажем n как на тэн будут следующие теперь у вас есть координаты m и n координаты m и n все что вам нужно сделать это чтобы найти этот угол нужно найти скалярное произведение mn так это равняется чему так это будет равняться длине m нужно длине на длину m нужно кочем с этого угла вот так вроде правильно да так то есть вы знаете координаты значит найдете скалярное произведение это довольно просто найдете длину m найдете длину m далее просто используйте калькулятор любой арк косинус находите и угол так давайте я вам свеча пробуем решить нашу задачу следующие итак у нас дана вектора она тоже берем вектор а и вектор b при каком значении x при каком значении x скалярное произведение этих двух векторов ронять стрем решила скалярное произведение следующее значит минус 1 умножаем на 5 плюс 2 умножаем на x то есть мы умножаем попарно так нужно вот так умножаем не так это минус 5 плюс 2 x минус 3 либо 2 x минус 8 можно сказать значит есть я 2 x минус 8 равняется 3 тогда что 2 x значит 8 переносим направо это 11 вольт значит x равняется следующему 1 с пополам 5 с половиной странно задачу честно ну-ка проверим минус 5 ну да вроде все правильно 5 половина когда у вас ответ скажем так много не подходит либо вы ожидаете целое число или проверьте если после проверки ответ такой же то значит все правильно было сделано б скалярное произведение мы уже знаем 2 x минус 8 положим она равняется минус единицы 8 переносим направо 8 минус 1 это 7 хорошо теперь последняя задача в у вас есть три минуты попробуйте решить эту задачу самостоятельно то есть вам нужно чтобы а и б были перпендикулярными то есть у вас есть вектор а вам нужно чтобы второй вектор точнее угол между этими двумя векторами равнялся 90 попробуйте решить две три минуты потом проложим и и вас ambos и и Продолжение следует... Еще минута. Так, вам нужно знать следующее. Вот это как раз таки угол между этими двумя векторами. Вот у вас это. Продолжение следует... Первый вопрос такой. Косинус 90 чем уравняется? Так, косинус это длина была. А синус это высота. Мы начинаем с этой точки и идем против часовой стрелки 90 градусов. И попадаем в эту точку. Здесь у нас как раз таки 90 градусов и нам нужно найти длину. То есть сколько нужно вправо либо влево пойти, чтобы добраться до этой точки? Ноль, да? То есть длина ноль будет. Значит, у нас в нашем случае произведение, вот, скалярное произведение возьмем. Так, скалярное произведение чем уравняется? 2х минус 8, да? Длину а и b даже не будем считать. Потому что если мы какое-то число разделили на два других числа и получили ноль. Во-первых, да и е не могут быть, не могут быть равны нулю. Потому что мы на ноль не можем делить, да? С другой стороны, какое число нужно разделить на другое, чтобы получить ноль? Это возможно только в одном случае, когда c равняется нулю, да? То есть, например, ноль деленное на 7 это ноль. Ноль деленное на 10 это ноль. Это возможно только в одном случае. Значит, 2х минус 8 это ноль. Значит, переносим 8 вправо, делим на 2, x4. То есть, когда x равняется 4, вот эти два вектора будут перпендикулярными. Это как раз то, что мы обсуждали. Как можно сделать так, чтобы угол был определенного значения, например, 30 градусов, да? В нашем случае мы нашли 90 градусов. Мы могли легко, 90, не легко, но могли заменить 90 на другое число, найти x. В этом смысл. Вот первой четверти. Хорошо, переходим к следующей удаче. Итак, у нас есть векторы. При каком значении а и b перпендикулярны? А, при каком значении m? То есть, мы m не знаем, оказывается. Я вам напомню. Так, к алфавету, английский вспомнил, i, j, k, наверное, да? i, j, k, да. В таком порядке, да, расположены эти буквы? Там a, b, c, t и g, h, i, да? Да, да, i, j, k. Значит, а это 1, 0, 0. j это 0, 1, 0. И k это 0, 0, 1, значит. То есть, в зависимости от этого порядка, вы единицу тоже так ставите. На первом месте, на втором, на третьем. Итак, так же, как в прошлый раз, несколько минут. Попробуйте записать. Найдите A для начала. Найдите B. И так же, как в прошлый раз, несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему равняется тогда? Вам нужно просуммировать 3 вектора. В этом плане очень легко, оказывается. Вы просто суммируете их. То есть, M плюс 0 плюс 0 это M. 0 плюс 3 плюс 0 это 3. 0, 0, 4 в сумме 4. А, у B еще легче. Здесь 4. А, нет, не легче. Точно так же, оказывается. Минус 7. Вот ваш вектор А и B. Вспоминаем. Давайте найдем склятное произведение. M на 4. Это 4M. Плюс 3 на M. Это 3M. 4 на минус 7. Это минус 28. Далее, косинус угла между этими векторами находится вот этой формулой. Длину можем не находить даже. Косинус 90 это 0, да? Поэтому вместо ТТ-90М это 0. Что отсюда следует? Отсюда следует то, что 7M минус 28 это 0. То есть 7M это 28, M это 4. То есть, когда вместо M поставите 4, то эти два вектора будут перпендикулярными, оказывается. Вот так. Хорошо. Следующую задачу посмотрим. Вот эта задача решим быстренько. Нужно вычислить угол между этими векторами. Наверное, это самое важное упражнение будет для домашнего здания. Итак. Косинус этого угла. Это лишь склятное произведение. Зеленое на длину этих векторов. Так находим. 2 на 3 это 6. Минус 2 на 0 это 0. 0 на минус 3 это 0. Так. Длину А найдем. Чтобы найти длину, просто квадратный корень берем. И квадрат этих чисел. 4 плюс 4 плюс 0. 9 плюс 0 плюс 9. Это 18. 12. Что нужно сделать? Можем упасти, да? Для значения 2 за скобку выходит. Квадратный корень 2. Здесь тройка за скобку выходит. 2. Так, шестерки сокращаются. 1 в 2. То есть косинус тета, это одна вторая. Теперь вспомним. Рисуем наш тригонометрический круг. Косинус это длина. Во-первых, вот это значение, оно ассоциировалось у нас с каким-то другим значением. Именно с этим. И 30 градусов. Одна вторая значит меньше, а косинус это длина. То есть мы должны, во-первых, определиться. 30 градусов у нас ассоциируется с этими 8 точками. Так, длина должна быть меньше. И плюс положительная длина может быть. Для нас на самом деле здесь подходит только вот эта точка и эта точка. Потому что длина меньше оказывается. Длина меньше. Следовательно, тета у нас это 60. Либо минус 60, да? Либо 300. Чтобы добраться до нижней точки, вам нужно сделать вот такой путь сделать. Здесь 90 градусов, потом 180, потом 270 и 300. Чтобы сюда добраться, 300 градусов нужно пойти. Так. Какого из них правильно? Мне кажется, и то, и то правильно на самом деле. Потому что, если вы считаете угол между ними таким образом, то здесь будет 60. Но если вы будете угол так считать, то здесь будет 300. То есть и тот, и тот, и тот ответ подходит на самом деле. Если мы ищем острый угол, то это 60. То есть, когда у вас даны два вектора, вы можете угол между ними легко подсчитать, да? Теперь, ну, ваше домашнее знание довольно сложное, мне кажется. Вы должны до воскресенья сдать его. Воскресенье ночью закрывается этот дедлайн. Что еще можно сказать? Еще будет бонусная задача. То есть, бонусная тестовая работа, но она на дат. Может помочь вам набрать 5 баллов, наверное. Если за домашнее сдание вы можете 12-16 баллов получить. За бонусная где-то 5-6, может быть. Но бонусная тоже нужно решить. Потому что так вы улучшите свою оценку. Понятно? Так, я думаю, написали. Вам пойдет, на самом деле, вы на YouTube можете все уроки посмотреть, да? Каждый урок можете посмотреть и узнать. У вас очень много проверочных работ. А, нет. Это кажется так. На самом деле. А, стоп. Скалярное произведение векторов. Стоп. А, нет. Все правильно. Третье. Значит, сегодня обязательно закончите. Вот это домашнее здание. У вас очень мало людей сдалок. Половина, да? В общем, до понедельника у вас будет 5 проверочных работ. Примерно. Сегодня одно упражнение закроется. В четверг. А, нет. Точнее, в пятницу. В воскресенье и так далее. У вас осталась одна неделя. Я думаю, что довольно легко можно хорошую оценку получить. Какой-то у вас. Если будете работать. Мы, наверное, не успеем решить данное упражнение. Или успеем. На самом деле, это очень быстро делается. Восьминут осталось. Может, можем. Значит, 135 градусов, значит. Примерно так, да? То есть, можно найти ответ довольно быстро. Угол между этими двумя векторами составляет 135 градусов. То есть, если вы посмотрите видео, там довольно, ну, шаг за шагом объясняется, как это находится, да? Ну, если потренироваться, можно очень легко найти угол. Все. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.